приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала пресс-хатой называют тюремную камеру в которой администрация с помощью сотрудничающих с ней заключенных создает невыносимые условия для неугодного и арестованного пресс-хата это камера в тюрьме где правит беспредел специально поддерживаемые администрации и куда человека закидывают с тем чтобы издевательствами побоями пытками принудить дать определенные показания расколоться или же просто чтобы сломать обычно там рулят несколько физически крепких ребят которые в свое время совершили нечто такое за что на зоне и ждет серьезный спрос если не смерть то сильные избиения и унижения а раньше расплата ему кстати перевод в нижайшую касту опущенных петухов как правило это бывшие блатные предавшие своих боясь идти после приговора на этапы и в лагеря они выбирают такой путь чтобы спасти свою шкуру оттянуть время в надежде потом по окончании срока скрыться от мести однако раз придав приходится делать и второй шаг и они уже на поводке не хочешь чтобы тебя кинули в общую хату или отправили на зону делай все что тебе говорят тех кто выбивает признание сброшенных пресс-хату заключенные пренебрежительно называют шерстяными быками или лохмачами иерархии отношения к ним едва ли не хуже чем капущенным раньше некоторым бывшим шерстяным на зонах потом насильственно набивали наколки указывавшие на то что они работали в пресс-хате особо жестких даже полностью отбывших свой срок могли потом выследить на воле и убить обычно в пресс-хате есть бригадир дающие указания и несколько человек его команды некоторым администрация за сотрудничество обещают дозу другим выпивку третьем усиленный паек и относительную безопасность у многих шерстяных есть телефоны их почти не досматривают пресс это наиболее серьезный метод воздействия на зэка сочетании с другими незаконными методами угрозами оскорблениями надуманными дисциплинарными наказаниями применением наручников пытками и избиениями камерный пресс создает абсолютно безвыходное положение для жертвы цели такого пресса как правило 3 склонить человека к нужным следствию розыску показаниям обломать непокорного или получить бабки увы рядовое вымогательство наиболее часто встречающаяся причина первое но они могут и сочетаться во всяком случае беспредельные рожи получив добро на террор какого-то зэка обязательно переключаются на личный интерес рассчитывать что у конченных негодяев могут быть идейные позиции в борьбе с преступностью может только полный профан в тюремной действительности к большому сожалению среди товарищей в мышиных пальто с большими звездами на погонах заказывающих такой пресс профанов 2 из 3 а по утверждению некоторых оперов вообще 9 из 10 эти менты заочники искренне считают что в камере с арестованными работают в нужном направлении склоняют к явке с повинной попутно может быть и склоняют попасть пресс-хату боятся все заключенные от рядового до авторитета там не действует иерархия зоны и и законы оттуда можно выйти полностью сломленным человеком или вообще не выйти существование пресс-хат администрации конечно же отрицает а правозащитники ищут их в каждом сезон изоляторе временного содержания в пресс-хаты отправляют под следственных для того чтобы сломать их и выбить из них признание вся расправа осуществляется другими заключенными уже сломленными администрацией в некоторых источниках говорится что первые пресс-хаты такого типа появились в ходе сучьих войн между преступниками старой и новой формации в 1946 1956 годах в других говорится что пресс-хаты возникли в 60-х годах прошлого века на тюремном заключении туда попадали люди двух категорий те кому суд дал крытую в виде части всего наказания например 12 лет усиленного режима из них первые пять тюремное заключение и те кого перевели на крытую из зон как злостных нарушителей режима на самой крытой публика расслаивалась на тех кто пытался противостоять администрации и тех кто шел на сотрудничество с ней сидели эти люди понятно в разных камерах и люто ненавидели друг друга тех кто не желал идти на сотрудничество с администрацией и отправляли в козлиные камеры или пресс-хаты с целью обломать а то и опустить наиболее прыткую отрица ловку их по одному бросали в козлиную камеру где они подвергались прессу оттуда и название пресс-хата а пресс-хата ходят страшные легенды которые возникли не на пустом месте старые арестанты рассказывают что раньше это было в порядке вещей сейчас ситуация несколько поменялось у нас как бы демократия права человека хотя бы номинально но с этим приходится считаться поэтому теперь это явление редкая не во всех тюрьмах и не такое страшное как было раньше но тем не менее то там то здесь регулярно всплывают слухи о пресс-хатах в той или иной тюрьме на попавшего пресс-хату может оказываться как психологическое так и физическое воздействие сидящие в пресс-хате сначала рассказывают как плохо в тюрьме что нужно быстро подписать явку с повинной согласиться на особый порядок рассмотрения дела и перейти в колонию человека убеждают что если не упираться возможно удастся отделаться даже условным сроком если человек подобные уговоры не верит его начинают избивать оказавшиеся в елецкой тюрьме в семидесятые годы правозащитник кирилл подрабинник писала что там в пресс-хате в ходу были палки их формально отбирали наш монах но потом возвращали обратно прессуемого могли бить постоянно побои возобновлялись в любое время дня и ночи у человека не было возможности уснуть на дежурстве всегда находились несколько прессовщиков раньше в арсенал средств воздействия входили всевозможные пытки и даже изнасилования если человек упорно не ломался ни в чем не признавался и сотрудничать не желал то как писал подрабинник истязаемого привязывали к шконке и оставляли так на неделе подвешивали прижигали сигаретами прессуемый помимо прочего был обязан принимать участие в избиении новеньких формально администрация оказывалась ни при чем все конфликты фиксировались как происходившие между заключенными на почве личной неприязни а смертельные случаи часто оформлялись как сердечные приступы избиение в пресс-хате чередуются с оскорблениями и попытками вызнать информацию например попавшего в пресс-хату последственного угрожают опустить называют педофилом осведомителем говорят что распространять эти сведения на всю зону всячески запугивают и каждый раз следят за реакцией нащупывают чего человек больше всего боится чтобы потом на это сильнее надавить попасть пресс-хату могут те кто не хочет сознаваться в преступлении зачастую это громкое дело по которому следствие недостаточно информации туда же попадают и те кто активно не желает идти на сотрудничество отрицал и заключение в такую тюрьму может сочетаться с лишением передач применением наручников и водворением в карцер есть разные мнения о том существуют ли сейчас пресс-хаты в сизу в одних регионах говорят что это явление все еще довольно распространено в других говорят что в сизу пресс-хаты возникают редко и не существует на постоянной основе причина этого просто слишком часто меняется контингент собрать команду шерстяных на долгий срок сложно в начале девяностых правозащитники начали бороться с пресс-хатами по словам многих из них например члена общественной наблюдательной комиссии валерия борщева удалось закрыть пресс-хаты в значительной части учреждений даже в бутырке долгое время славившийся ими однако и сейчас время от времени в прессе появляются свидетельства того что во многих регионах пресс-хаты по-прежнему функционируют и к сожалению многие истории о том как ломают зэков пресс-хатах остаются актуальными и в 2019 году однако иногда в рассказах о тюрьме пресс-хатами по ошибке называют совершенно другое явление так называемые спортивные камеры среди наркоманов подзаборных алкашей по какой-то причине возомнивших себя блатными и прочие шушеры бытует мнение что у зэков спортсменов одна извилина и все это извилины и они ненавидят правильных уголовников это конечно же чушь просто в спортивных камерах заведен жесткий порядок все идут на прогулку все идут в баню никто не курит естественно что когда какого-то алкоголика или наркомана никогда не бывшегося на свободе и не желающего идти в баню в тюрьме пинком выкидывают из камеры то он начинает верещать про пресс постоянно бояться что за любое нежелание сотрудничать вас бросят в пресс-хату конечно же не стоит но и недооценивать методы администрации тоже не стоит бояться надо другого сломать конечно же можно почти любого но большинство то и ломать не надо сами расскажут все что надо что некоторые и под пытками бы не рассказали например страх одиночества для многих сильнее страха физической боли иного подследственного поддержат в карцере несколько дней а в следующий раз он и сам все что угодно расскажет чтобы туда не попасть если ты не можешь и не умеешь быть один ты обязательно рано или поздно расколешься сам или тебе найдут партнера который вытянет из тебя все что нужно так что ломают теперь в основном не физически ломают дух для всего есть свои методики и технологии у каждого свои болезненные точки и в большинстве случаев можно обойтись без всякой пресс-хаты если же вы все-таки решили играть роль правильного пацана не имея достаточно духа а вооружившись лишь понтами тогда конечно бойтесь умному же иногда не грех и дурачком прикинуться не стоит лбом прошибать стену принцип дзюдо толстые негнущиеся ветки под тяжестью снега ломаются гибкие позволяют снегу соскальзывать себя хотя каждый решает для себя тут советы вряд ли уместны человек и сам себя то мало знает не то что других чтобы что-то советовать сильных конечно же уважают в том числе и менты но сильных также и ломают сильные независимые и самодостаточные люди изначально вызывают подозрения их предпочитают ломать способов есть много и это значительно легче чем разгадывать да и слабый средний человек коими и является большинство ментов никогда не разгадает сильного если только сам таким же не станет он его боится и поэтому лучше уничтожит если же вы пешка вы легко предсказуемы и следовательно не опасны даже если у вас недюжинная физическая сила и агрессивный характер таких не боятся такими легко управлять а с дураков вообще спросу нет поэтому сначала прикиньте свои силы к декларируемым вами житейским принципам и решите кого вам лучше сыграть это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам спасибо за просмотр! Продолжение следует...